13 июля 1941 года красноармеец Дмитрий Романовичев-Черенко на старой скрипучей телеге доставлял боеприпасы и питание своим товарищам на передовую. Казалось, что ничего в тылу своих войск случиться не должно, но вдруг навстречу ему выехали два грузовика незнакомой марки, и из них стали выгружаться солдаты в серо-зеленых формах. Это были немцы. Красноармеец, видя бесполезность сопротивления, покорно отдал захватчикам свою винтовку, а офицер противника стал допрашивать его прямо у телеги. В этот момент 176-я советская стрелковая дивизия, в которой служил Дмитрий Романович, вела кровопролитные бои в районе деревни с говорящим названием «Песец» и отступала к Кишиневу, и прорыв в ее тылы такой большой группы противника могло обернуться гибелью для многих и многих бойцов тыловых служб. Немецких диверсантов было около 50 солдат под командованием трех офицеров. Гитлеровцы, не видя опасности в маленьком щуплом красноармейце, разбрелись по местности, но они даже и не могли представить, что же случится буквально через минуту. Воспользовавшись халатностью немцев и выбрав момент, когда офицер отвлекся, Дмитрий Овчаренко сунул руку в телегу и выхватил из-под брезента топор для рубки мяса. Быстрым и мощным ударом он полоснул по шее немца, ведшего допрос, да так, что голова слетела с его плеч. Ошалевшие от увиденного фашисты не сразу среагировали на произошедшее, а Овчаренко достал из телеги три гранаты и кинул их в сторону грузовиков, где стояла самая большая группа немцев. Мощные взрывы сотрясли землю, местность пронзили крики раненых, а сквозь рассеивающийся дым на захватчиков с перекошенным от злобы лицом и топором в руках бежал советский боец. Овчаренко, умело действуя топором и гранатами, стал крушить немецкие порядки. Ужас обуял диверсантов, и они, бросая оружие, стали разбегаться в разные стороны. Последним, кто пал от рук Дмитрия Романовича, был еще один офицер, которого он догнал и зарубил в одном из огородов деревни Писец. Успокоившись, красноармейцев Черенко собрал у убитых оружие и документы, а у офицеров карты, планшеты, схемы и записи, и, как написано в его наградном листе, повозку с боеприпасами и питанием доставил вовремя своей роте. Сначала, когда он рассказал о произошедшем своим товарищам, его подняли на смех. Но в штабе политрук отнесся к привезенным документам серьезно. Он собрал группу бойцов и лично осмотрел место боя и сосчитал убитых. Оказалось, что от рук красноармейца в этот день пал 21 солдат и два офицера противника. Дмитрий Романович Овчаренко родился в 1919 году в селе Овчарова Харьковской губернии, ныне Луганской области, в крестьянской семье. До войны он работал в колхозе плотником, где и научился виртуозно владеть топором. В первых боях Великой Отечественной до совершения своего основного подвига он отбивал немецкие атаки в должности пулеметчика, но был легко ранен, и его перевели до выздоровления в ездовые пулеметные роты. После происшествия у деревни Песец Дмитрия Романовича восстановили в должности пулеметчика, и он отличился еще 27 июля. На высоте 239,8 пулеметным огнем он уничтожал противника и подавал пример стойкости своим боевым товарищам. За эти подвиги 9 ноября 1941 года красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу было присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, герой войну не пережил, он погиб во время освобождения Венгрии 28 января 1945 года. Друзья, если вы хотите поддержать данный проект, подписывайтесь на Бусти, ссылка в описании. До свидания!